Здравствуйте! Буквально пару дней назад общался с белорусами, которые живут, либо приехали недавно в Киев. Говорили в том числе, среди прочего, о самообмане и мифах, которые есть в нашей голове, и в связи с экономикой. И один пример, вот я посмотрел просто за реакцию аудитории, он оказался весьма интересен. То есть это то, что мы не замечаем. Пример сельское хозяйство и земля. На первый взгляд, какое это имеет отношение, скажем так, к политическому кризису, к агитации, к изменению баланса сил, может тем более к экономике. Потому что общее впечатление о белорусском сельском хозяйстве, что это старые колхозы, они убыточные, ну и так далее и тому подобное. Тем более, что в значительной мере правда в этом есть, потому что есть система дотации, есть система, скажем так, достаточно большое количество сельскохозяйственных производств, которые находятся не просто в неплатежеспособном состоянии, а которые вряд ли смогут вылезти без реорганизации, без внешней поддержки из этой ямы. Это с одной стороны. Да, это есть. А с другой стороны, давайте я вам покажу данные. Данные причем Европейского Союза, есть такое European Union Milk Market Observer, издание, которое просто смотрит за данными, отслеживает как раз таки молочную продукцию, экспорт, импорт, производство. И делает достаточно регулярные, ежеквартальные срезы, но, естественно, годовые. Ну, одним словом, дальше вот вам график. Если говорить проще, то последние лет 5-6 Беларусь твердо входит в топ-5 мировых экспортеров молочной продукции. Причем очень уверенно входит, еще раз в эти топ-5. При этом, можно, конечно, говорить о том, что значительная часть идет на российский рынок. Это действительно так оно и есть. Но, если посмотреть, вот там видите, снизу диаграммка, это основные покупатели в объемах, в том числе, например, по сырам и так далее. То, например, количество сыров в Беларуси, ну, в принципе, оно и экспорт сыров, он намного превышает объемы импорта общего на российский рынок. При этом, если мы посмотрим рост объемов, то по сравнению с 2019, в 2020 году Беларусь нарастила объемы, например, Европейский Союз. Если мы смотрим, например, там по маслу, он наоборот упал, по сырам остался на том же самом уровне. Ну, одним словом, как-то так. Так, и вот на этом, на этом моменте возникает, ну, как говорится, как бы вам сказать, ситуация такого раздвоения, ситуация непонимания, как же, вроде бы убыточная и вроде бы успешные экспортеры. Причем, бизнесом ли является этот экспорт? Ну, хочу сказать, что бизнесом. Еще большее удивление, если вспомнить, что было относительно недавно. То есть, вот эта фотография, которую делал сам на польской территории, так называемой миссарни, возле, незатейливая рекламка миссарни возле белорусской границы, то есть, на шпаж, 2002-й либо 2003-й год. В хоккей играет президент, но мяса нет и масла нет. Загляните к нам, миссарня у батьки. Да, это тоже правда. Теперь давайте поговорим, как изменялась ситуация. И почему сегодня так? То есть, с одной стороны, потому что есть такая вещь, как дотация, об этом я уже говорил, это мировая практика, просто в Беларуси они сделаны через, ну, как говорят, через одно место. Вот, тут я просто отсылаю сразу к программе «Эгоиста», где говорил по 10 идеям, которые можно предложить в Беларуси, которые можно сделать, то есть, дальше распространяться не буду. А как возникло производство? Это вопрос к тому, что надо немножко следить за процессами, которые происходят. На рубеже где-то с 2007 года, я просто анализировал местные бюджеты, ну, говорится, тоже не специально занимаясь просто местными выборами. Я заметил одну очень интересную деталь, что через местные бюджеты прокачивались огромные по белорусским меркам суммы в виде субвенции на создание перерабатывающих мощностей. То есть, условно говоря, если у тебя где-то есть ферма, должен быть маленький молокозаводик, либо хотя бы инфраструктура по приемам первичной обработки сырья. И в зависимости от регионов, в некоторых регионах это, мягко говоря, просто, ну, как бы вам сказать, проели, заткали дырки, в некоторых регионах сработали нормально. Ну, плюс к этим деньгам допустили, среди прочего, частный бизнес. Вот в результате получилось такое, как бы вам сказать, раздвоение, что есть одна часть, достаточно высокодоходные, ну, по меркам сельского хозяйства и успешные предприятия, ну, где-то процентов от 35 до 40. Это хронический, ну, как бы вам сказать, хронический балласт, хронически убыточные, которые просто не вытянут. Ну, фактически они служат сырьевой базой по большому счету для успешных. Вот такая вот интересная вещь, на первый взгляд. Это вот первая такая вещь. Вторая. Если говорить о том, что будет в Беларуси, там, условно говоря, переходим уже к такой вещи, как политический кризис и баланс сил. Ну, давайте для начала баланс сил. То есть, если Беларусь экспортирует, то, соответственно, есть определенные конкуренции на мировых рынках. Еще раз давайте покажу график. То есть, основные импортеры, основные экспортеры. Беларусь специализируется, специализировалась раньше на российском рынке, в первую очередь. Сейчас открывается китайский, еще несколько государств. То есть, я очень рекомендую снова-таки зайти на сайт EU Milk Market Observer и просто посмотреть их статистику. То есть, получается, что европейский союз не попадает в ключевые, как бы вам сказать, на ключевые рынки по импорту. То есть, на китайский, на российский и так далее. Беларусь идет на российском и пытается вылезти на китайский, пытается вылезти еще в Тайвань и так далее. Где она конкурирует в первую очередь, ну, по некоторым позициям с Новой Зеландией. Ну, никак уже не с европейскими производителями. Поэтому, с точки зрения Европейского союза, Беларусь, ну, она находится в этой категории в качестве прямого конкурента европейским производителям. В первую очередь, производителям из Восточной Европы, даже сама Польша, которые хотели бы выйти на рынки третьих стран. Если мы говорим об Украине, конкуренция была еще недавно, но я не буду говорить почему. Почему, ну, скажем так, с одной стороны, это потеря российского рынка и отсутствие возможности выхода на европейский, с другой стороны, отсутствие поиска нового. Ну, в массе своей сельскохозяйства Украины оно скатывается именно к зерновому типу. И, ну, в первую очередь, производит, назовем так, сырье, то есть уже не готовую продукцию, а просто отгружает сырье. Тоже доходный бизнес, но с несколько меньшей добавленной стоимостью. Ну, хотя в своей отрасли Украина, в своей сфере, в своем сегменте Украина достаточно успешна. Но, еще раз говорю, что если еще 7-8 лет назад Беларусь и Украина конкурировали, как раз-таки по молочке, сейчас этого уже нету, ну, в принципе, от слова совсем. Вот, то есть Украина частично закрывает свой рынок, ну, плюс еще есть вариант, и небольшое количество идет на экспорт, но, соответственно, небольшое на импорте. Вот как-то так, такая ситуация. Это насчет интереса. Теперь, скажем, возвращаемся к такой вещи, как политический кризис. И планы. Если говорить снова-таки о совковой, либо несовковой ситуации, то есть для начала о структуре колхозы, ООО, что это такое. Снова-таки буду сравнивать с Украиной. В Украине запускается рынок земли, то есть свободная продажа земли. Уже, если не ошибаюсь, 1 июля запускается. Под это принимаются законопроекты. Вопрос в том, с точки зрения возможности реформирования и будущего системы, как дела у Беларуси. И вот тут тоже скажу несколько неожиданную вещь. Ну, хотя, как неожиданную? Те, кто меня смотрит достаточно давно, было большое видео, где я объяснял, что происходит в Беларуси. Но предпродажная подготовка, в том числе сельхозземель, Беларусь завершена уже несколько лет назад. То есть, например, в Украине только сейчас допиливают кадастровую карту нормальную с полной разметкой с аэрофотосъемкой с точными границами кадастровой стоимости земли. В Беларуси по сельхозземлям это было закончено, вот уже, как говорится, под ноль. А если не ошибаюсь, 4 либо 5 лет назад. Сегодня буквально залез и с удивлением заметил, что пометили, уже, как говорится, разлинили абсолютно всю территорию, в том числе участки леса, заболочные участки и так далее. То есть, каждый кусочек уже имеет свой кадастровый номер и есть формула определения типовой стоимости. То есть, ну, правда, сельхозземли, они несколько пока что туповаты, там, исходя из стоимости просто усредненной по сельхозпредприятию, ну, и, соответственно, земля в этом регионе. То есть, вместо того, чтобы каждый участок оценивать отдельно. Ну, как бы там ни было, базовая предпродажная подготовка с точки зрения возможности запуска, она была завершена давно. С точки зрения претензий граждан. То есть, снова-таки вспоминаем, что когда-то люди владели землей. Вот тут тоже, кратко скажу суть, в Беларуси эту предпродажную подготовку завершили тоже давно, причем сделали это достаточно цинично. Граждане Беларуси, которые работают на земле, сами дважды, ручками, с улыбкой проголосовали за отказ от своих возможных прав на землю. Это происходило в рамках реорганизации бывших колхозов и совхозов. То есть, в начале, помните, создавались такие СПК, сельско-производственные кооперативы. И если в типовом уставе колхоза было записано, что колхоз создается как объединение средств производства земельных участков граждан и так далее, для ведения коллективного хозяйства, то есть, теоретически, было указание, что человек владеет частью колхоза. В СПК просто уже средства производства, земля, она как-то выпала, и причем формулировки были более мягкие. Но граждане первый раз проголосовали, все, ну, теоретически, еще могли отыграть назад. А потом давайте вспомним реорганизацию в открытое акционерное общество. И вот после этого бывшие колхозники стали просто акционерами-миноритарями. Причем зачастую они, скажем так, своими акциями несут в том числе ответственность по обязательствам открытого акционерного общества, акционерами которого они являются. Забавно, правда? Вот, то есть, два раза сами проголосовали. То есть, в случае запуска либо продажи полностью открытого акционерного общества, потом продажи земли, то есть, по земле вообще, исходя из того, что люди дважды проголосовали сами под протокол и так далее, им будет практически невозможно выставить претензии на тот или иной земельный участок, даже если им владел там дедушка, прадедушка и все документы на руках. Вот так. То есть, фактически зачищено поле, есть готовность, нету только, ну, как бы сказать, и не было политической воли запускать рынок земли. При этом запуск этого механизма, он, в принципе, может, ну, существенно оживить и дать дополнительный импульс для развития сельского хозяйства. Вопрос просто, как запускать. Вот давайте теперь поговорим в начале о механизмах. То есть, почему рынок земли, именно собственность, это важно. Ну, во-первых, с точки зрения того, что это оживляет кредитование, то есть, оживляет именно рыночные механизмы поддержки, эффективности сельскохозяйственных предприятий и получения достаточно дешевых денег на развитие. Потому что, да, залогом выступает земельный участок, то, в принципе, ну, процент по кредиту, ну, правило, по всему миру не такой большой. Вот. Исходя из этого, ну, в принципе, ключевое второе, ну, как бы там ни было, землей должен владеть тот, кто на ней готов работать, получая с ней прибыль. Потому что мерилом эффективности сельского хозяйства является не количество водоев, миллионов тонн зерна и так далее, а насколько это выгодно, насколько это прибыльно. Это второе направление. Третье, вот тут вот самое интересное, с точки зрения интересов, то есть, значительная часть белорусских сельхозпроизводителей, они заинтересованы в том, чтобы получить собственность, но пока что не имеют, например, достаточного количества денег. Есть те, кто заинтересован просто в долгосрочной аренде, тоже давайте говорить честно. Есть определенная часть людей, которые были бы не против тоже получить собственность сельхоза в земле. И есть, ну, в том числе иностранные интересы, с одной стороны, естественно, Российской Федерации, это во многом было одним из тормозов, потому что российские компании были, ну, скажем так, одним из ключевых потенциальных покупателей в случае запуска рынка земли. Ожидали там Китайцев, то есть, да, есть интерес Китая. Есть вполне вероятно интерес, ну, точнее, вполне вероятно, есть интерес и других игроков, в том числе европейских, но каждый из них имеет свою специфику. То есть, для Российской Федерации это ключевой производительный продукт, который затребован под его рынок. Для Китая не столько под его рынок возить далеко, ну, хотя специфика там тоже самолочка и так далее, но под рынок региона. Для стран Европейского Союза, с одной стороны, свой выход через Беларусь на российский рынок, и, с другой стороны, это, ну, скажем так, некоторое управление общей номенклатурой производства, то есть, фактически не создавая, не создавать лишнюю конкуренцию себе. То есть, условно говоря, если агрокомпания занимается молоком, да, она, скорее всего, будет заниматься молоком и дальше для выхода на третий рынок. Но при этом, если приходит агрохолдинг, у которого есть сразу несколько направлений, он будет думать, что выгодно для него. Не с точки зрения, там, как бы сказать, перспектив Беларуси, там, сохранения доли рынков, доли товарной крупы, нет, отнюдь, просто, что выгодно для него. Выгодно растить рапс, будет расти рапс и все. Поэтому тут есть свои, скажем так, предосторожности, которые необходимо соблюдать, есть свои определенные риски, ну, и есть в любом случае риски переходного периода. Одним словом, и хочется, и колется. И поверьте, это в первую очередь сельхозпроизводителям, которые тоже, в принципе, не против смены системы власти в Беларуси, системы бизнеса, многие из них. Хотя бы потому, что, еще раз, что старая архаичная система, управление экономикой, то есть, она остается именно системой управления, не системой создания условий, не системой арбитража, разрешения конфликтов, а именно системы управления. И когда бизнес маленький, то, в принципе, это вполне удовлетворяет. Ты попросил, тебе создали тепличные условия, но сейчас, как раз-таки, ситуация в том, что бизнес вырос. Потому что, когда ты имеешь 5% мирового рынка, вот, включенным таким продуктовым товаром, то, суммарно, производители не выросли, не хотят большего. А вот больше невозможно. Слово теперешней Беларуси. Но, с другой стороны, они понимают, что в случае, скажем так, турбулентности экономической и политической, они больше тоже так же будут терять. И при этом, в отличие от других компаний, не весьма ограничено с выводом бизнеса за рубеж. Это кратко. Вот теперь переходим, скажем так, к такой фазе, как предложение коммуникации. Давайте вспомним основные лозунги, которые были, условно говоря, перед выборами. Сельское хозяйство у нас убыточное, мы разгоним, продадим. Либо вообще мы не знаем, что делать, но как-то будем с этим работать. Второе, что ай-яй-яй, какие нехорошие сельхозпроизводители, они, мол, не поддержали протесты. То есть, ключевой вот набор лозунгов. А теперь давайте думать. Хорошо. С точки зрения релокации, руководитель, условно говоря, IT-компания, какой-нибудь новой технологичной, где нет такой сильной привязки к средствам производства, либо можно это все купить на месте, он может в том числе пойти на определенный риск, понимая, что в случае чего придется уезжать, и он уедет. Куда уедет владелец агрофирмы? Когда у него засеяно хотя бы 10 тысяч гектаров земли. Ну, где он это возьмет? Поэтому требовать, с одной стороны, от них активно, там, гражданская позиция, это было, мягко говоря, смешно. Пытаться давить на них, но это тем более смешно. Потому что человек, обычно такой человек, он стоит перед выбором, что хорошо, сейчас есть условия, они предсказуемы, во многом они его не удовлетворяют, но еще раз, эти условия предсказуемы, потому что, напомню, что сельскохозяйственный бизнес, это относительно долгосрочный. И он понимает, что примерно может быть в будущем. С другой стороны, абсолютно неизвестность. Либо вакуум в ответ на вопрос, либо это все плохо, и мы все реорганизуем, как мы еще не знаем. У человека волосы встают дымом, он думает, блин, ребята, да, чем вот такие, я лучше как-то так, я лучше посижу в сторонке, если не поддержу власть. И вот вам, пожалуйста, мина коммуникации. Можно ли с этим что-то делать? Конечно, можно. Предлагая концепцию. То, о чем, кстати, я неустанно пытаюсь капать на мозги. То есть, есть множество различных групп, каждый из которых имеет свои интересы, свои особенности существования, ведения бизнеса и так далее. Ты понимаешь их потребности, их спецификуют, и ты говоришь с ними на их языке. Хорошо. Есть ли по сельскому хозяйству? Есть несколько ключевых элементов, которые надо осветить. Первое. Общая система налогообложений и общая система, скажем так, либо дотации, либо их отсутствия. Но учитывая, что сельское хозяйство в той или иной форме датируется другими, тут спокойно предлагающая систему как раз-таки не ручной, ручные дотации, которые неэффективны, а систему страхования прибыльности, как это есть в Польше, в Штатах, другие государства. То есть, если есть определенная маржа годовая, средняя, которую сельскохозяйственное предприятие получает на своей продукции, и в случае, если урожайный хороший год, он может заработать больше, тогда, естественно, никто никому ничего не должен, человек просто больше заработал. Но если он не дополучил прибыль, государство ему определенную копеечку компенсирует. Эта система широко распространяла, ничего страшного. Раз, проговорил. То есть, у сельхозпроизводителей уже немножко понятно, как будет хотя бы эта часть. Дальше. Продажа сельхоземель. Рынок сельхоземель надо запускать, господа. Никуда не деться. Но возникает вопрос, а что делать с приходом более денежных конкурентов? Потому что не будет ли это проблемой для белорусских производителей, которые не имеют такого количества свободных денег, чтобы покупать? Ради бога. В таком случае вопрос снова-таки законодательного. Должны ответить на вопрос, будет ли переходный период, на протяжении которого только белорусские компании могут, либо совместно с белорусами могут покупать, либо его не будет. Потому что тоже вопрос, что значительная часть наших сельхозпроизводителей, это уже компании, в том числе и с иностранным капиталом. То есть они, либо только белорусские. То есть раз. Ответил. Это второй вопрос. Это тоже вопрос, скажем так, дискуссионный. Третий вариант. Залоговое имущество. Это вот то, с чем столкнулись и спорят в Украине. То есть могут ли иностранные банки теоретически владеть землей? Объясню, как это происходит. То есть он говорит, ты выдал кредит, кредит те не вернули, ты забираешь залоговое имущество с земли. А в случае, если есть запрет на продажу иностранцам, то возникает удивительная ситуация, что вроде бы тут нельзя, а тут можно. Уже странно. Но тут надо тоже принимать принципиальное решение, потому что, как бы там ни было, но более низкие кредиты будут как раз таки от западных и восточных банков, но не от белорусских, то есть от иностранных. Надо это или не надо? Тоже отвечайте на этот вопрос. Смотрите, можно посмотреть реакцию тех, кто занимается агробизнесом, насколько им нравится, услышать их предложение. Пожалуйста. Второй этап. Наконец-таки, третий элемент. Люди. То есть, да, я понимаю, что с точки зрения желания, вот верните мне землю моего деда, такого будет. Ну, во-первых, есть причинно-следственная связь. То есть, люди два раза сами проголосовали. Можно говорить, что власть их обманули. Ну, ребята, люди проголосовали за эту власть тоже. Вот, то есть, есть действия, есть последствия. Но при этом есть такая вещь, как справедливость. Хорошо. В таком случае, ну, по крайней мере, моя позиция, ни в коем случае не допускать такой вещь, как поевание. То есть, раздавать всем просто так. Это совок. То есть, компенсацию, ты хочешь получить, компенсацию, скажем так, за землю, которая тебе финансовая, денежная. Ради Бога, получай. После этого хочешь пропьешь, хочешь купишь себе участок. Средняя кадастровая стоимость того участка, которым ты владел. Все, пожалуйста. И это более справедливо, потому что в случае, если ты просто раздать землю, часть элементарно не будет ее обрабатывать, не имея сил, либо не имея сил, либо не имея возможности, либо что-то еще. Так, те, кто просто хочет поиметь денег, либо чего-то, да, они будут недовольны, им будут говорить, что денег мало, но как минимум они получат свою компенсацию и ради Бога. Либо альтернатива заброшена участке, которые никому не нужны. Большую площадь, ради Бога, бери. Но, по крайней мере, моя позиция, что запускать поевание ни в коем случае нельзя. Но это тоже надо отвечать людям. Причем отвечать нормально, потому что в случае с политической коммуникацией, вопрос, на чем ты поставишь акцент. Либо ты скажешь, что по старым актам на землю землю никто не получит, либо ты скажешь, каждый старый акт на землю будет компенсирован деньгами. Пожалуйста. Два разных подхода. Но это вопрос, снова-таки, коммуникации. Таким образом, сразу цепляется, с одной стороны, сельхозпроизводители, то есть лидеры мнений, которые на селе очень сильно влияют как раз-таки на то, как люди голосуют, как люди думают. С другой стороны, само население. Причем не только сельское, но и городское в первом-втором поколении. Но это вопрос коммуникации, это вопрос думать. И заметьте, что я пока что определил только вот один очень-очень маленький кусочек. Но тот, кто хочет быть успешным, тот, кто хочет стать властью, он должен, каждый такой маленький пазлик, либо хотя бы критичную, критичную минимум таких пазликов определить, продумать и прокоммуницировать. Потому что общие лозунги, что у нас будет гениальный план, либо у нас есть гениальный план, и нам дадут денег, но прошу прощения, это, это, мягко говоря, глупо. На этом все. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте, обсуждайте. Разбирайте. на идеи, если считаете эти идеи, скажем так, адекватными. Делайте что-то похожее. Увидели тоже проблему, подумайте, как ее писать. Сами пытайтесь анализировать. Естественно, само собой, не верьте ни одному моему слову, каждое слово надо проверять. Смотрите других, сравнивайте, потому что только когда у тебя есть свое собственное мнение, построено на нескольких альтернативных источников информации ты можешь сказать, что ты человек думающий. А мне очень приятно считать, что моя аудитория это люди думающие. Поэтому еще раз, не верьте моему слову, проверяйте, смотрите других, сравнивать, делать свои выводы. Спасибо, что смотрели, спасибо тем, кто подписался, призываю подписаться на мой канал. Огромное спасибо моим подписчикам на Патреоне, которые стимулируют меня записывать все новые и новые ролики. Всего вам доброго, удачи!